Алло. Алло, Владимир, здравствуйте. Добрый день. Я представлюсь, зовут меня Виктор Громов. Я звонил вам, кстати, на ваши регистрации по проекту Биг Мани. Оставили ли сегодня контактные данные где-то в вас встречались с вашими сотрудниками? Но я так понимаю, что разговор у вас не сложился. Ну, раз у вас такая пометка, значит, да, наверное, так и было. Да, что вы звоните? То есть, с какой причиной вы не приступили к работе? С какими трудностями столкнулись в общении с вашими сотрудниками? Ну, трудностей как таковых не было. Они почему-то через некоторое время, буквально 5, а то и меньше минут, просто отключались и все. Я не могу вам сказать. Скажите, Владимир, а вы общались только с сотрудниками компании Биг Мани? Или вы еще с кем-то общались? Вы знаете, очень трудно добиться, во-первых, от звонящих простого ответа на вопрос, какую компанию они представляют. Почему-то это вызывает затруднения у них. Они как-то то ли забывают, где работают, то ли не хотят этого говорить. Вы один из немногих, которые сразу представились сотрудникам компании Биг Мани. Ну вот. Ну да. Ну, наверное, вам не стыдно за то, что вы... Но потому что я звонил, касательно вашей регистрации. Ну да, касательно. Вот, похоже, вы откуда-то из Южной России или еще дальше, нет? Нет. Центр. Центр? Да. То есть вы и жили все время в центре России? Нет, я звонил вам из Москвы. Да нет, вы звоните из Москвы, а сами вы откуда? Ну, родом, где детство провели? А. Детство не провел? А зачем вам это знать? Ну вот видите. Не проще ли ответить, чем переспрашивать? Ну, пускай будет, я не знаю. Пускай будет, я не знаю. В Красноярске не говорят касательно. А почему вы так считаете? Ну, потому что знаю. Я не считаю. Ну, Владимир, понимаете, здесь нет вообще, ну, я не знаю, зачем вам знать, где родился эту информацию, если я звоню вам, потому что вы просили регистрацию, вы были заинтересованы, я не знаю, вы сейчас в работе. Нет, я и сейчас заинтересован. Я просто хотел уточнить, неужели это так секрет такой, где вы, допустим, где вы выросли? Нет, это просто действительно, понимаете, Владимир, эта информация вам не нужна. Если бы она вам была нужна в рабочих целях, я бы все объяснил бы. Ну, хорошо. Даже в какой класс я ходил, и кто был моим учителем. Покажите, Владимир, что вас заинтересовало в нашем проекте, или возникли какие-то, возможно, трудности с прохождением регистрации? Мне на какой вопрос ответить? Просто в вашем предложении два вопроса. На какой отвечать? Давайте по очереди. Заинтересовало возможность дополнительного заработка. Трудностей пока не было. А опыт какой-то ранее, в общем-то, в сфере инвестиций. Возможно, банковские депозиты делали. Так, опять же, на какой вопрос отвечать? А вы отвечаете постепенно. Постепенно? Сначала на один, а потом на второй. Хорошо. Опыта в сфере инвестиций нет, банковские депозиты делал. Делали верно банковский депозит? Да. Скажите, в каком банке вы делали, например, депозит? В Сбире. В Сбербанке. И сколько вам Сбербанк обещал процентов в год? Да мало-мало, мало-мало, мало-мало там обещал. Четыре с половиной, что ли? Ну, смотрите, Владимир. Куда смотреть? Покажете мне прям по телефону? По телефону? По доверительному управлению. Да, смотрите, пожалуйста. Показывайте. Показывайте. Владимир, мы не берем ваши финансы под доверительное управление. Вы своими финансами будете распоряжаться самостоятельно, только по сигналам нашего специалиста, который будет вас обучать, рассказывать, показывать, каким образом вы здесь будете зарабатывать спекулятивным методом. Покупать ценные активы дешевле, продавать их дороже. Например, сегодня есть также хорошие сделки. Мы сегодня с вами, например, открываем ваш инвестиционный счет, открываем несколько позиций, покупаем, например, рационные активы дешевле, разница. Наш процент – это 5% от ваших заработанных финансов в месяц. Это наш ЕС. От заработанных или от всего депозита? От заработанных, от заработанных финансов. А, ну, то есть 5% от прибыли, так? Да, да, правильно. С вами вы рассчитываетесь в конце месяца по реквизитам аналитического отдела. Он здравствует реквизиты, и вы переводите финансы. Там, да? Да. Возможно, у вас есть какие-то вопросы ко мне. Вопросы, да, конечно, есть. Конечно. Можно уже начинать задавать, да? Ага. Еще раз. Вы российская компания? Ну, конечно. Мы в Москве находимся. Нет, секундочку. Если вам это нужно. Мне это нужно, да. Еще раз повторяю вопрос. Вы российская компания? Ну, Владимир. Отвечать надо, да или нет. Ну, что тут? Тут сложности какие. Ну, я же вам говорю, то, что компания это российская. Создали ее люди, которые, во-первых, являются гражданами России. Ага. Которые живут также в России. Понимаете? Мы работаем более трех лет, вот, например. Зарезируемся на том, что сопровождаем людей из опыта или без опыта. Ага. Ага. Звучит неплохо. Например, если к нам приходят различные клиенты, мы индивидуально подбираем партии. Алло, что? Вы куда-то пропавли. Алло. Алло, слышите меня? Сейчас, да. Сейчас вот сейчас слышу, да. Замечательно. Я вам говорю, то, что мы подбираем все индивидуально от каждого нашего клиента. Понимаете? Ну, пытаюсь, да. Я могу продолжать задавать вопросы? А то я просто задал, российская ли вы компания, предполагался ответ да или нет, а вы вон какой спич задвинули. Ну, в принципе, нормально. Так. Почему спич? Я вам сказал-то, что создатели компании являются гражданами нашей страны. Я вот, я вот, да. Компания является российской. Просто я об этом не спрашиваю. Ну, конечно, мы работаем не только, например, с гражданами нашей страны, а работаем, например, также с Инстонией, Грузией. Если вам это нужно. Ага. Ага. Да, я вас слушаю. Вы меня слышите? Да, сейчас слышу, да. Какие еще у вас вопросы есть? Где зарегистрирована ваша компания? Именно вам нужен адрес или как? Да. Адрес? Пишите. Готов. Улица Пресненская набережная, 12. Пресненская набережная. Башня Федерация. Пресненская набережная. Да. Здание какое? 12 дом, да? 12. А, дом 12. Да. Нет, это башня Федерация. Башня Федерация. Ну, я понял. Если вы знаете, есть... Понял, понял. Да, не такое. Да, знаю. Да, Федерация. Далеко от реки Москва. Да. А вы знаете, какая набережная напротив Пресненской? Нет, не знаю. Понятно. Я не сомневался. Ладно, хорошо. То есть, зарегистрированы там, прям ходите на работу, все здорово. Согласен. Конечно, про метро у вас спрашивать смысла нет. Вы скажете, что вы на машине ездите. Да и это, в общем-то, и не важно. Вы уж, наверное, выучили метро. Раз вы российская компания и зарегистрированы в России, значит, что у вас есть ИНН. Алло. Да, говорю, конечно, есть. А, я не слышал. Ну, будьте добры, продиктуйте вас. Пишите. Готово. 77, 36, 05, 303. 3, 0, 3, да? Все. Да. А вы являетесь брокерской компанией, аналитической или инвестиционной? Инвестиционной. Ясно. Хорошо. Ну вот, пока все вопросы закончились. Теперь расскажите, пожалуйста, где будет мой счет. Ваш счет? Да. Например, смотря какие активы мы с вами будем покупать. Ну, будем покупать акции российских компаний за рубли. Замечательно. Возможно, также мы будем с вами покупать криптовалюту. Нет. Или, например, работать на... Тише, тихо, 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 тихо. Тише. Вы спросили, что мы будем покупать? Я вам ответил. Ну, потому что как-то громко получилось. Вы спросили, что мы будем покупать? Я вам ответил. Вот эти слова, возможно, и местами мы пока убираем. Пока меня интересуют акции российских компаний за рубли. Хорошо, замечательно. Будем работать с приложением MetaTrader 4. Ага. И где будем покупать акции? На московской бирже. Так. Хорошо. Вы мне дали МНН, да? Помните? Да. Ну и чей ННН вы мне дали? Нашей компании. Как ваша компания называется? Я попросила, я вам дал. Ну да, да, да. Я вам сказал, Big Money. Big Money. Ну так вот, вот по тому ННН, который вы мне дали, открывается на сайте РУСПРОФАЙЛ, ПАОГАЗПРОМ. Какое отношение имеет компания Big Money? Не знаете? Ну вот видите. Возможно, вы что-то неправильно записали. А давайте еще раз проверим. Возможно, я неправильно записал, конечно. Давайте проверим, да? 77, 365, 50, 003. Так, 365 или 365? Ну, то есть, 77... Нет, 77... Смотрите. 77, 365, 50, 03. 365? Да, правильно. Давайте по две цифры, пожалуйста. 77. 77, 36, 5, 0, 5. Мы же по две цифры договорились. 0, 0, 1. Ай, начинайте меня путать. Давайте еще раз. 77, да? Да. Нет, по две цифры, мы же договорились. Как вот карточки, да? Там четыре блока по четыре цифры. По две цифры давайте. 77, есть? Так, сначала 77, 36. Есть. 50, 50. То есть, 5, 0, да? 20, 3. Да. Вы специально это делаете или как? Да нет. Что специально, Владимир? Ну, давайте еще раз. 77, так? Секунду. Угу. Да, правильно, 77, начало. Дальше, 36? Да, 36. Дальше, 50? 5. Нет, 50 или 55? 55. Угу, 55, дальше. 0, 5. 0, 5, дальше. 0, 5. Что? 3. 2, 0, 3. 2, 0, 3. Ну, давайте посмотрим. 7, 36. 5, 0, 5. 0, 0, 3. Ну, и что это получилось у нас? Не знаю. Я же не знаю, что вы пишете. Ну, как что? То, что вы диктуете. Сейчас опять скажете, я неправильно записал. Ну, я не знаю, правильно вы записали или нет. Давайте проверим, потому что по указанному номеру нет вообще ни одной организации. Ну, я понял. Вы сейчас будете, как в том мультике про Карлсона. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3. Записывайте. 2, 2, 2, 2, 2. Да, вот так вот будем сейчас мы в эти игрушки играть, да? Нет. Давайте-ка все-таки мы записываем. Первый раз у вас лихо получилось. И номер оказался верный, и количество цифр совпало. Ну, только никакого отношения к бигмане это не имеет. А теперь вы начинаете специально говорить неправильные цифры. Ну, зачем вы это делаете? Сейчас сольемся. Владимир, я вас слушаю. Ну, давайте. Я вас тоже. Еще раз. Давайте. 77. Мы только что-то говорили. Да, я там говорил что-то, но не важно. Пожалуйста, продиктуйте МНМ вашей организации. 77, 36. Есть. Ну, дальше. 55. 55, есть. 50. 50. 2, 0, 3. 2, 0. В конце 2, 0, 3. Да, в конце это понятно. Так, 76. Оставь 7, 7, 36, 55. Ага. 5. 0, 0, 1, 3. Нет, батенька, таких номеров. Не знаю, возможно, вы что-то неправильно пишите. Ну, конечно, конечно. А кто же еще тут? Раз. Возможно, у вас еще какая-то информация интересует, Владимир. Если вы не умеете правильно писать, то это не моя проблема. Ну, нет, конечно. И, конечно, не мои. Просто вы даете на одну цифру больше. Только и всего. То есть... Я не знаю, почему вы пишете неправильно понимать о Владимире. Ага. Попробуем еще раз. Зачем? Ну, как зачем? Мы с вами 5 раз пробовали. Да не 5, а 3. Ну, Владимир, послушайте. Почему-то первое время на то, что вы неправильно пишете ННН компании. А почему же в первый раз все записалось правильно с первого раза? Не подскажете мне? А я не знаю, почему вы с первого раза написали одно ННН, а потом говорю правильное, вы написали неправильно, потом правильно, потом неправильно. Но вы готовы задиктовать еще раз? Я не буду вам его еще раз диктовать. Я вам его 4 раза диктовал или 5. Ну да, только каждый раз по-разному, да? Да, вы каждый раз по-разному писали. Ну да, именно для того, чтобы я и не смог вас найти, потому что вас в профайле нет. А сейчас, Владимир, секунду, я наберу еще один минут. Ну давай. Субтитры сделал DimaTorzok